Бэйс ММА Барнаульского клуба «Тим Стрела» держал победу в турнире престижной международной лиги «Беллатр». Сегодня он у нас в гостях. Шараф Даблокмуродов в нашей студии. Шараф, привет! Привет! Ну что, давай кратенько познакомимся с тобой. Это у нас уже в студии, можно сказать, постоянный гость. Но кто-то из наших телезрителей смотрит нашу программу впервые. Кратко расскажи, как ты попал в ММА и почему именно этот вид спорта? Ну, на самом деле в детстве занимался борьбой. Потом плавно перешел в смешанное единоборство, так называемый панкратион, когда мои сверстники пошли уже во дворе заниматься единоборствами. Попробовался, а там выполнил, так скажем, норматив мастера спорта по рукопашному бою. Потом перешел в плавно боевое самбо, потом перешел уже по любителям смешанным боевым единоборством и решил себя попробовать на профессиональном поприще. И выступал, так скажем, в российских лигах, в ACA, в OpenFC, в местных лигах, так скажем, региональных. Набил себе рекорд и потом удостоилась такая возможность попробовать себя в Беллатере на одном из турниров, который дрался Федор Миляненко, легендарный, да, там, легенда нашего профессионального ММА. И вот уже, так скажем, закрепился в Беллатере после крайнего поединка. Ну и про лигу Беллатер, да, расскажи, насколько она престижная, как туда попасть и как к тебе пришло приглашение? Ну, на самом деле, попасть, наверное, надо выигрывать. Ну, это самое простое, что можно сделать. И самое главное такая работа – менеджмент. Потому что от менеджера сейчас нынешняя ситуация еще усугубилась, так скажем, из-за санкционных тематик. Получается, на фоне менеджмента тоже надо очень сильно постараться, чтобы теперь россиянина подписали за рубежом. И, в принципе, получилось так, что стечения обстоятельств сложились удачи на моей стороне. А Беллатера на данный момент – она вторая лига в мире после UFC. Так что одна из перспективных лиг, которые можно там заявить о себе. Ну, тоже затронул мой следующий вопрос. Как мировая обстановка повлияла на подготовку документов, на организацию самого боя, поиск соперника? Ну, могу сказать сейчас на данный момент, много спортсменов, которые выступают, олимпийских даже чемпионов и так далее, выступают за флаги других стран. Такие, как, например, олимпийцы, те же самые боксеры, вольники, берут гражданство других стран, не в связи с тем, чтобы не простаиваться. Можно даже так выразиться. Потому что срок спортсмена очень короткий, и все руководство нашей страны понимает, что профессиональные спортсмены должны действовать. Есть у нас внутренние чемпионаты, производятся профессиональные лиги, сейчас организовываются, которые, чтобы не давали застаиваться. Но высокого уровня олимпиады, вы сами знаете, никто не может заменить. Так что приходится брать гражданство другой страны и выступать на этом поприще, обходя санкции. И так получилось, в связи с этим и у меня. Я выступал за Таджикистан, она и моя историческая родина. И, в принципе, я представлял, так скажем, физически и Таджикистан, и Россию. Но юридически я был гражданин Таджикистана, так как мне выдали новый контракт, договор на проведение боев. В связи с этим до этого у меня был контракт на гражданство России, так скажем. Но с течением обстоятельств получилось так. И из-за этого простоя пришлось ждать полтора года, чтобы пока оформить документы, получить заново контракт, опять получить визу и так далее. Но, слава богу, что все так получилось. Где и как проходила подготовка к твоему бою? На самом деле бой переносился два-три раза. И все это время я гастролировал, так скажем, в начале в Париже на сборах ММФэктори. Там известные многие выходцы Сириган, который дрался в UFC за чемпионские титулы. Там очень много хороших было ребят. Потом поехал в Таиланд. Там уже проводил кемп. В начале было изначально запланировано один месяц, а потом у нас затянулось до трех месяцев. Ну, потому что бой переносился, и в связи с этим основную подготовку такую затяжную провел там. И после этого уже улетел в Америку за три недели и начал, так скажем, доподводиться. Ну и, наверное, про соперника. Кто он, откуда, чем славится и как ты его изучал? Ну, Энтони Эдамс – крепкий парень, который был в топ-10. Сейчас я занял его место, вошел в топ-10 мировой лиги. И выиграл нашего соотечественника Халида Муртузалиева. Очень крепкий парень, который был и в свое время, не могу ошибаться, чемпионом Fight Nights. Дал же дрался в UFC. Выигрывал бой в UFC, который проводился в Москве еще тогда. Ну, там было раздельное решение 2-1, но он показал, что у него есть высокий уровень. Такой крепкий ударник, тайская база. Ну, и мы как раз готовились в Таиланде. Показали, что наш стиль намного круче. И у нас почти что весь поединок там провелся в стойке. Зрелищность как раз. Публика это любит, чтобы была кровь, мясо, так скажем. Ну, и как раз я понравился лиге для того, чтобы показал яркий поединок. Чем Энтони славится, какая у него техника, и, может быть, когда его изучал, подметил какие-то особенные фишки, чем он отличается от других бойцов? Ну, на самом деле такой. Ему 35 лет, уже психологически крепкий парень. Ну, для профессионального спорта это небольшие года, так скажем. Но уже такой устаканенный профессионал, который вперед головой не летит. Я знал, что с ним форсировать события с первых минут не надо, потому что он обычно добавляет темп в конце третьего раунда уже. И как раз на этом фоне усталости он начинает съедать соперника. А с ним мы как начали взрослую перестрелку гангстеров, начали с первой минуты работать в стойке, работали кость в кость. И как раз вот знал, что форсировать не надо. И как раз концовочку сам добавил темпа, перевел его в борьбу и забрал уже такую доминирующую позицию по всем аспектам. Ну, вряд ли Антони посмотрит нашу с тобой беседу. Можно, я думаю, этот вопрос задать. Чем он плох был? Какие минусы ты нашел в него? И как раз они сработали. Да на самом деле, наверное, не то, что он был плох, а был я хорош в этой позиции. Как бы это ни звучало не скромно, но на самом деле просто я отработал свою тактику с тренерами. И мы навязали ему свой бой. Он пропустил в корпус очень много ударов, из-за этого подсела функционалка, сломал ему два ребра в первом раунде. Потому что уже так, после поединка мы обговаривались. Ну, бывает такая традиция у спортсменов, бойцов, да, что кому кто сломал. Так что бывает такая тематика. Но тебя он ничего не сломал? Нет, ушибы, увечья – это издержки профессии, так скажем. Так что, ну, мы навязали ему и в конце перевели борьбу, где он уже там не мог встать. Но на самом деле вначале я бы хотел попробовать его сразу перевести в борьбу. Но он крепко стоит на ногах, так что не получилось. Ну, у нас было два развития событий. Если не получится у нас перевести борьбу, то будем дальше разбивать его функционал. И это получилось. Все раунды вы провели, да, в этом бою. Был ли у тебя какой-то момент в бою, что ты понимаешь, что можешь бой закончить досрочно? Или все-таки спокойно-спокойно шел? Во втором раунде, да, я помню, что ему попал уже так плотно в корпус. И был на самом деле момент, где можно закончить. И даже когда я пересматривал поединок, и это во время боя я увидел, что он подсел где-то, можно было надавить. Но это такой поединок ответственный был, что неохота было лишний раз рисковать, потому что лаки-панч никто не отменял. Как-нибудь бы ударил бы мне на отмашку. Ну, и это профессиональные поединки, маленькие перчатки. Так что лишний риск не нужен, так скажем. Чем сейчас занимаешься? Ну, явно отдых, восстановление, сколько по времени, какие планы на будущее? Ну, команда дала месяц отдохнуть, восстановиться. Сейчас под заличью травмы. И, в принципе, начинаем потихоньку. С 8 мая начинаем учебно-тренировочные сборы на базе нашей команды в городе Барнаул. Начинаем готовить, так скажем, начинающих профессионалов, которые будут проведут в начале июня на профессиональной арене. Мы делаем как раз такой небольшой турнир «Дорогу OpenFC». Дальше, ну, чуть позже я скажу информацию, где это все будет. 3 июня мы будем делать небольшой турнир для начинающих профессионалов, чтобы они набивали рекорд, не где-то ездили по стране. И потом уже набивались опытом, уходили в большие лиги. Так что у нас вот такой вот принцип. И зарабатывали, так скажем, возможность подраться на больших турнирах, которые будут в сентябре, в декабре, в Барнауле, в Новосибирске, уже OpenFC, которые мы будем также проводить. Про сборы в Горном Алтае тоже поделись информацией. Когда, кого ждать и какие новшества будут уже в этом году? Ну, на самом деле, 2 июля начинается у нас цикл уже 4-недельный. Раньше было 2 недели, неделя отдыха и 2 недели. Сейчас мы сделали, что 2 недели – это очень мало. И мы сразу идем на 4 недели. Ну, у кого-то бывает и желание там на неделю остаться, на 3 недели, на 2 недели. Это оговаривается, так скажем. Ну, просто сделали так, что для удобности. Плюс также будут звезды, которые в прошлом году у нас были. Плюс приедет Сергей Бадюк, так называемый, да, там, каскадер, актер и так далее. Он тоже обещал. Мы как раз встретились с ним в Таиланде. Он пообещал, приедет будет в эти числа в Таиланде. Даст какой-то либо мастер-класс, советы. Просто увидит от эту атмосферу. Потому что это тот человек, который открыл нам Таиланд, в принципе. Страна боксеров. Документальный фильм, который после чего поехали все с постсоветского пространства тренироваться там. Так что, я думаю, может быть, и какой-то он тоже сюжет сделает по поводу наших сборов. Так что не будем загадывать, посмотрим. А как попасть на сборы, что для этого нужно сделать и обязательно ли быть в вашей команде? Вообще сборы для всех желающих от 9 лет и плюс 99. Главное желание, независимо от, так скажем, возраста, подготовки, мужчины, женщины, девочки, мальчики, вообще не принципиально. Любого уровня будет. Каждая группа будет отдельно тренироваться. Каждая группа будет с наставником своим. Как раз будет проводиться мастер-класс. И в прошлом году, мы помним, было примерно 80 чемпионов мира. Приезжало в этом году, я думаю, будет не меньше, а может быть и больше. Будут эти чемпионы мира проводить мастер-классы для этих же начинающих групп и так далее. И, в принципе, писать в директ информацию в интернете про те же самые стрела, стрела сборы Барнаул, Алтай. Вам покажут это все интернет-ссылки. Заходим, читаем, узнаем всю информацию, контакты есть. И едем на сборы, да? И едем на сборы пахать. Наверное, одна из новых рубрик в нашей программе «Вопрос от телезрителей». Ты сделал себе уже имя, каждый сбор на улице, в Алтайском крае, вообще в России, наверное, тебя уже человек знают. А как тебе лично попасть на тренировку, чтобы ты тренировал? И возможно ли это? Ну вот сейчас самый основной цикл у нас будет как раз с 8 мая, который будет проходить под моим руководством. Просто приходите в клуб, записывайтесь к нам. Если не хотите там, условно говоря, выступать, даже есть, которые ребята выступают у других, за другие клубы, для нас это не принципиально. Приходите, там, записывайтесь через администратора и тренируйтесь. Для меня не принципиально, но понятно, что это не будет нулевой там, так скажем, а именно уже с какой-то базой там, не обязательно профессиональной, хотя бы просто любительской. Потому что я даю такие знания, которые необходимы именно для перехода в профессионалы и уже примерно такого уровня мастера спорта, ну или хотя бы крепкого кандидата мастера спорта, который там примет. Это, в принципе, аналогия такая, там, восьмикласснику ты не дашь высшую математику. Ему просто, в принципе, там, базовых знаний, которых не хватит для перехода на высшее образование. Так что тут то же самое. В Барнауле какие-то крупные турниры намечаются? Можешь делать какие-нибудь анонсы? Да, в Алтайском крае 3 июня, пока место проведения, вот, буквально в этих ближайшие дни, мы скажем, получается 9 сентября будет город Барнаул, СК Темп. Пока предварительно так, там, 90% уже вероятность. И в дальнейшем мы со своей всей же командой уезжаем в Новосибирск, так скажем, расширяем агломерацию, где мы будем проводить. Ну и также перспективы у нас есть на следующий год. В этом году, не знаю, скорее всего, маловероятно, но на следующий год будем проводить такие же турниры, как селекшены, ну, отборы на большие турниры. Именно Республика Алтай и Белокуриха. Так что будем так популяризировать, давать возможность молодым ребятам, чтобы они захватывали возможность подраться на больших турнирах. А на больших турнирах вы уже зарабатываете возможность попасть, так скажем, на постоянный контракт в профессиональную лигу. А профессиональная лига уже, когда вы прошли опыт там и чемпионские амбиции свои захватили, мы уже уходим, так скажем, на международную арену за Россию, так скажем, за пределы России. А OpenFC уже у нас в Барнауле проводилось не раз, эту лигу знают во всем мире, и явно, может быть, представители Беллатр видели, что вообще происходило в Барнауле. Беллатр в Барнауле возможно перевести или нет? Ну, на данный момент 100% нет, конечно. В хорошем будущем. Ну, в хорошем будущем, но на самом деле Беллатр такая организация, что ему нужны только мегаполисы. Потому что была идея до санкций провести прощальный бой Федора Емельяненко на Красной площади, возле Кремля. Так что, ну, вы понимаете, да, какой-то объем турниров, там у них чуть-чуть другого уровня. Ну, не зря она вторая лига в мире, так что пока это даже в ближайшем будущем, наверное, невозможно. Проще, лучше будет ребят наших алтайских подписывать и туда отправлять драться. Если лига не идет к нам, мы и сами к ней перейдем. Абсолютно верно. На этом наше время, к большому сожалению, подошло к концу. Ведите здоровый образ жизни и занимайтесь спортом.